Сейчас я нахожусь на территории жилого комплекса 1 Ленинградский от компании 1 ДСК. Позади меня офис продаж, внутрь мы не пойдем, но походим по территории, и я вам покажу, что из себя представляет этот жилой комплекс. За спиной у меня находится детская площадка, такая небольшая деревянная инсталляция. Интересно, сейчас это, кстати, очень модно. В других жилых комплексах тоже представлены подобные площадки. Я познакомилась с местным жителем, зовут Ева Сергей, и хочу задавать вас несколько вопросов. Сергей, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как давно вы живете на территории нового ЖК? С самого начала июля провели, скажем так, экспресс-ремонт. То есть мы брали white box, это белые стены, без пола и дверей. Вот пришлось самому все это быстро сделать. Напольное покрытие, двери установить и, собственно, усилить. Сейчас мы в процессе жития мы все это делаем. Расскажите, что вам нравится в этом жилом комплексе? Ну, знаете, прежде всего, своя квартира. Своя собственная квартира. А можете, если не секрет, вы ее в ипотеку покупали? В ипотеку, да. Наверное, под какую-то льготную программу, да? Мы попали очень под хорошую программу, 1,2%. О, ну это вообще замечательно. Да. Это мы схватили просто удачно, я считаю. Такую квартиру сейчас надо будет ценить. Да. А что, вам нравится планировка? Удачная? Вот и за планировки, да, мы взяли 4-комнатную. А, вообще замечательно. Вот, и я считаю, одна из лучших планировок в ширину. Все комнаты расположены по правой и левой стороне. И, наверное, огромная кухня, да? Кухня у вас по площади? Кухня, да, почти 14 квадратов. Ну, вообще замечательно. Жилой комплекс состоит из 6 корпусов, которые находятся на очень приятном расстоянии друг от друга. Но, чтобы вы понимали, это первый корпус, а вот следующий. Мне знакомый сказал, что расстояние не сильно удачно, но на самом деле в новых жилых комплексах это очень хорошее расстояние, очень приличное и очень комфортное. Скажите, пожалуйста, а по поводу вот транспортной доступности, насколько удобно перемещаться в Москву? Или вы не привязаны к городу? Привязаны, к сожалению, как и любые другие жильцы, я думаю, будут на первых порах, пока здесь не появятся какие-то другие проекты, там досуговые центры, люди не найдут рабочих мест. Вот, транспортная доступность, действительно, большие проблемы. Это даже три восклицательных знака. Здесь надо будет уже подключаться не только там ЖК-застройщику, да, вот, а, наверное, правительству. Все-таки это московская земля, здесь надо будет... Но вы имеете в виду, если добираться на автомобиле, а если добираться общественным транспортом? Здесь же у вас неподалеку, там в районе 15 минут МЦД открыли? Вы пользуетесь? МЦД открыли, да, пользовался. Но дойти до них, особенно вот в такую погоду, сложновато. Сложновато. То есть это не 15 минут, а занимает немного больше времени, да? Около 20 минут. Минут 20. И большой еще минус, то, что подходных, скажем так, путей к станции еще не... А застройщик вообще обещал благоустроить вот эту территорию, чтобы можно было комфортно туда добраться? Это еще, да, я слышал, что будут какие-то надземные переходы, какие-то дорожки. Ну, надо это все планировать. Это все, скажем, в планировочных решениях на бумаге. Но пока вот действуешь, что-то я не... Сергей, а вот вы, когда выбирали жилой комплекс, вы рассматривали именно московскую прописку? Потому что, несмотря на то, что этот комплекс находится за МКАД, он относится к Москве, да? И, соответственно, московские плюшки. Вы рассматривали, вам принципиально было, или вы рассматривали и московскую область, и Москву? Абсолютно только... А, только Москва. Только Москва. Дома в комплексе переменной этажности от 12 до 15 этажей. Север, а там не юго-западное направление. Вам территориально здесь комфортнее, или вам просто понравилась планировка? Почему вы выбрали именно этот жилой комплекс, а не другой? Если честно, искали вместе с женой, но жена оказалась порасторопнее, она нашла первую. А, нашла первую. Первую. Здесь еще ямы были, мы приехали. Мы узнали... Вот она узнала из, опять же, интернета. Чисто случайно, когда еще даже разрешения на строительство не было, мы сюда приедем, посмотреть, что здесь. А что вас зацепило? Вот вы приехали, здесь просто поле какое-то, и больше ничего нет. Цена, может быть, зацепила? Московская прописка или ипотечная ставка? Или, в принципе, локация? Почему именно? Планировочные решения. Если честно, если честно, ехали за студией. Здесь, кстати, очень хорошие студии, даже отличные студии, слушайте, с двумя окнами и балконом. Я таких студий не видел. На самом деле, это единственный застройщик, который делает такие студии. У других это студия пенал с одним окном. Да, я согласна. Студия вообще замечательная. Здесь просто и балкон, и кухня, хотя отдельная и маленькая, но все равно, это, считайте, менее габаритная. Ну, это стандартная обнушка, и у них даже кухня там в районе 7 квадратных метров, и для студии это вообще идеальный вариант. Ну, вот это, собственно, то, что мы узнали перед тем, как ехать, это про хорошие студии. Хотели вложить свой материнский капитал. А видите, как... Приехали за студией, уехали с 4-комнатной квартирой. Уехали уже с плановым решением брать здесь 4-комнатную квартиру. Жилой комплекс находится всего в 7 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Кстати, позади это Ленинградское шоссе, оно всегда оживленное. Сейчас и едет, но периодически стоит. Здесь еще находится Большой Молжениновский пруд. А возле прудика уже разместили симпатичную детскую площадку. Она, правда, еще огорожена территорией, но застройщик обещает, что здесь будет очень симпатичная, благоустроенная набережная. Я вот вижу, у вас маленький ребенок. Расскажите, есть ли здесь детские сады, школы? Закрыта ли вот эта главная потребность семейная? Ну, если брать по району Молжениновский, то вот там в 3-х километрах, где уже муниципальные, по-моему, дома, вот там вот есть школа «Перспектива». Насколько я знаю, она забита полностью. Забита полностью и отсюда возят детей, да, туда, на автобус? К сожалению, опять же, смотрите, есть школьный автобус, он где-то вот отсюда начинает движение. Но опять же, маленького ребенка надо контролировать, то есть с ним надо ездить, его надо встречать и так далее. Опять же, выход большой – это автомобиль. То есть на данный момент сейчас не сильно комфортно. Но я слышала, что Собянин сказал, что где-то года через 3-4 будет открыта здесь муниципальная школа. Есть такая информация? Ну вот, опять же, очень надеемся на это. И я сам почитываю в интернете, что якобы к 26-му году что-то такое придумали. А что с детским садом? На территории детского сада нет, но его тоже планирует застройщик построить? Ну, уже, насколько я вижу, они начали. А, уже начали. Хорошо. А скажите, пожалуйста, что здесь с магазинами? Есть ли здесь какие-то там магазины в виде пятерочки, дикси? Можно? Нет. Вот с магазинами, если местную локацию брать, совсем. Пока совсем нет. Есть на территории промзоны, там, такое мы называем сельпо. Такое. Если перехватить там хлеб или воду, вот это вот можно купить. Здесь, в этой локации, вообще ничего пока нет. Ну, наверное, как в любом другом ЖК, инфраструктура только потом подтягивается постепенно. А у вас здесь сколько домов? Один пока сдан? Вот, в котором вы живете. Здесь, насколько я знаю, три уже корпуса. А, он же три корпуса. Вот, в ряд три корпуса здесь сданы. А едем еще второй, третий. Еще очень часто возникает вопрос по поводу паркинга. Насколько здесь комфортно? Понятно, что заселение здесь пока еще минимальное. Насколько комфортно здесь перепарковаться на автомобиле, если вы, например, приехали домой в 12 или в час ночи? Ну, вы знаете, большая проблема. Уже большая проблема, да? И это, опять же, не только этого ЖК, как вот, насколько я знаю, по любым планировочным решениям, как бы, каждая третья квартира один автомобиль. Каждая третья квартира. То есть, место под автомобиль каждой третьей квартиры. Считаю, очень мало. И паркинг, если говорить, вот здесь больше 700 мест, по-моему, будет. Не спасет. Не справится, несмотря на то, что здесь всего лишь 6 корпусов, думает. Сейчас как люди. Те, которые покупают квартиры, они же имеют автомобиль хотя бы один. Хотя бы один, а иногда и два. Вот у нас, например, в семье три автомобиля. Уже проблема. Уже проблема. Один, если я найду место, но два остальных, извините, где-то надо будет. Ну, хорошо. Если откатиться, условно, там, на год назад, да, вы бы стали здесь покупать квартиру, зная вот об этих минусах, которые мы только что с вами обсудили? Вы знаете, 50 на 50, но все-таки я знаю одно, что постепенно это будет решаться. То есть все проблемы накатываются, и они как-то... Как-то решаются. Когда появляется социальный запрос, тогда появляется... Ну, и потом жалобы, предложения и так далее. Застройщик, наверное, будет вынужден как-то... А порекомендовали ли вы здесь купить квартиру, например, для пенсионеров? Понятно, что мы сейчас обсуждали молодую семью, там, где есть дети, где там нет детских садов. А вот пенсионеру, насколько здесь будет комфортно жить? Он не привязан к Москве, не привязан к работе, к детскому садику? Ну, наверное, как доделают, скажем, пешеходные дорожки, вот здесь бурсовские пруды, да, наверное, будет комфортно. А вот у вас здесь находится неподалеку прудик, я периодически там приезжаю, там часто вижу рыбаков, которые ловят рыбу. Нет, не ходили еще, не ловили? Нет, не ходил. Не рыбак? Нет, к сожалению. К сожалению, не рыбак, не охотник. Вам, Сергей, спасибо огромное. Я думаю, что, да, спасибо, было очень приятно познакомиться. Я думаю, что будет очень интересная информация для наших слушателей. Вот прямо из первых уст. Я буду рад. Потому что, когда приходишь к застройщику, застройщик всегда рассказывает только плюсы. У них начинаешь спрашивать минусы, и минусы они не рассказывают никогда. А когда вот общаешься непосредственно с человеком, который уже прожил практически год, да, вы уже здесь? Ну, не год, нет, с 1 июля. А, с 1 июля. Ну, тем не менее, уже какое-то количество времени уже понимаешь, и с первых уст получаешь обратную связь. Спасибо огромное. Небольшая ремарка, знаете, если только одни плюсы, то же у человека, знающего человека, наводит много раздумий и много вопросов. Как так? Везде все плюсы. Ну, везде плюсов не бывает, да. Каждый выбирает. У вас, я вижу, плюсы, это то, что вы купили действительно классную большую квартиру и под очень прекрасную ипотечную ставку. Это просто такой плюс. Сейчас таких предложений практически нет. Поэтому ваша супруга молодец, что она нашла и успела приобрести по такой ипотечной ставке. Мы вместе. Да, он и у вас. Все, спасибо огромное, Сергей. Спасибо. Всего хорошего. Все корпуса на территории уже построены. В последних корпусах идет отделочная работа, и приблизительно через год полностью все квартиры будут заселены. Осталось здесь уже небольшой полуквартир, поэтому если нравится ЖК, то покупайте, торопитесь. Осталось их совсем-совсем немножечко. Единственное, что, конечно, вот как мы уже ранее говорили, здесь пока нет ни школы, ни детского сада, но в перспективе это будет вопрос времени. То есть где-то 3-4 года надо будет подождать.